Всем привет, мои хорошие! С вами Айки Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Пришла я с работы и мы с мамой засняли для Айкук рецепт азербайджанского национального блюда, которое называется хенгал. Очень вкусное блюдо здесь, значит, вот жареное мясо, здесь лук, здесь лепесточки вот этого хенгеля. Как это вкусно! Совсем забыла, самая главная фишка заключается вот в этом. Берем кефир, сюда немножко размельчили мы чесночок и вот в таком именно состоянии очень вкусно, прям обалденно. Прям самое то, сейчас как зайдет это все! Мы готовили там прям на две порции, обалденно вкусно. Обязательно тоже приготовьте! Я очень извиняюсь, как это вкусно просто! Просто обалдеть! Читаю комментарии под видео, там тортик, да? Там какая-то девочка написала, что вот, говорит, мама такая хорошая, а дочь какая-то некультурная и так далее, чавкая, что такое, в общем, плохое написало что-то. И сколько там людей написали в мою защиту, в хорошие комментарии. Как же я вас сильно люблю! Спасибо вам огромное! Я на этом отметила, ответила, но всем ответить не смогла. Спасибо! Я ценю, мне очень приятно, что у меня есть аудитория, которая действительно меня любит. Потому что аудиторию можно иметь разную. Может быть, просто люди подписаны, чтобы поржать над тобой, да? Спасибо вам огромное! Просто обалденно вкусно! Очень, очень-очень! Это блюдо готовят именно зимой. То есть обычно летом его не готовят. А на улице дождик. Слякоть. Я еле пришла домой. Сейчас вечер. Не люблю такую погоду. Мне сразу становится очень грустно. Вот всегда, когда дождик. Может быть, это, знаете, связано с тем, что когда мой парень уезжал, в этот день был дождик, и я так грустила. Может быть, из-за этого дождик мне напоминает грусть. Всегда так. Чурочек у меня здесь. Вот я сегодня буду отвечать на вопросы под последним видео, вот к KFC. И здесь вот на вопросе Аристотель задает вопрос 71 лайк. Пишите вопрос. И кому реально интересен этот же вопрос, залайкайте. Я увижу и обязательно отвечу. Вопрос звучит так. Аристотель, тебе огромный привет. К сожалению, не знаю, как тебя зовут. Просто никнейм такой. Айка, пожалуйста, ответь на вопрос. Сильно ли тебе вообще помогает высшее образование на работе? Пожалуйста, ответьте, ребята, залайкайте мой вопрос. И реально залайкали. Я так скажу, если бы не было высшего образования, у меня бы не было бы этой зарплаты, которая есть сейчас, а она неплохая. На самом деле неплохая. И вообще, наверное, если бы я бы не училась в университете, мне кажется, я бы не могла так сформулировать свою мысль на азербайджанском. Потому что все-таки до того, как я поступила в университет, я азербайджанский знала очень плохо. И все-таки переговоры всякие, там, не знаю, клиенты и так далее. И это Азербайджан. Насколько хорошо бы ты не разговаривал на русском, твой русский никому здесь не сдался, понимаете? Вот. Плюс хорошо, что я специалист узкой сферы. Поэтому компания, например, да, любая, будет держаться за меня. То есть я как бы не хвалю себя, но по факту, да, специалистов в инженерном бизнесе не так уж много. Найти какую-то секретаршу, найти помощника директора. Вот первая моя должность, это была помощник директора. Там много всего-то и не надо было. Знать 1С, бухгалтерию, там, Outlook. В общем и целом, если чисто по знаниям сказать, вот особо не все пригодилось, если честно. Программа. Очень нужно знать программы. Вот. Когда вы идете устраиваться на работу, я не знаю, как в России, но у нас сразу спрашивают, какие программы вы знаете. Хорошо ли вы знаете Excel, 1С, тот же Outlook. Все-таки мне высшее образование помогает по сей день. И в плане даже знания, да. И может быть, не в ближайшее время, конечно, но когда-нибудь я поступлю в магистратуру еще. Да. Но это не сейчас, конечно же. Сейчас есть другие дела. Немножко вот подостыли они. Исклеили. Сейчас нужно сразу кушать. Я пока красилась туда-сюда. Хочешь, не хочешь, все равно целый день с макияжем что-то подправить нужно. Вот так вот. Поэтому, если перед вами стоит дилемма, поступать или нет, я думаю, что однозначно стоит поступать. Вместе со мной в один и тот же год поступила наша родственница. И я поступила на платное отделение, а она вроде как... Она тоже на платное, и она решила идти в колледж. У меня охота была это платить, все такое. Ну и возможности. Возможности такой не было. Вот. И получается, что я закончила университет. Она даже на полтора года раньше закончила свой колледж и до сих пор без работы. Представляете? Из-за того, что не высшее образование не берут. Ну, не всегда так. Иногда бывает, что у человека есть среднее специальное образование, знаете, на такой должности хорошей. Я, например, работала с одним директором, а он по образованию был педагог. А работал в очень хорошем месте директором, хорошо зарабатывал. Так что не всегда, но иногда это помогает. Очень часто HR даже, знаете, просто смотрит, как вы разговариваете с себя. Как разговариваете? Как вы разговариваете? Как вы можете себя преподнести? Еще я поняла одну штуку, что о зарплате лучше договариваться сразу. Когда устраиваешься. Это я сейчас не говорю про нынешнюю мою работу. До этого. Я когда устраивалась на второе свое место работы, тоже строительная компания была, я там сразу сказала, что ниже, например, определенной стоимости я работать не буду. Там была девочка, она просто была рада тому, что ее возьмут на эту должность. И она даже не обговорила эти моменты. Так вот, она получала в два раза меньше меня, хотя мы выполняли одну и ту же работу. В два раза. Ну да, я была немножко поопытнее у нее. Я на пару языков больше знала, но все равно мы выполняем одну и ту же работу, по идее, мы должны зарабатывать одинаково. И я думаю, что эти вопросы нужно решать на берегу. Как только меня взяли, я сразу сказала, что мы с вами не уточнили заработную плату. Сколько я буду получать? Я сказала, что если меньше вот этой вот цифры, то я не согласна у вас работать. что бы ни было, я считаю, что зарплата это главный мотиватор работника работать. И когда я вот работала в магазине техники помощником, директором, я говорила директору, что я хочу перейти на другую должность и так далее. Он говорит, что тебе не хватает? Говорит, классная работа, все отлично, нормальная зарплата. Ну что ты вообще деньги тратишь? Говорит. Отличная зарплата для девушки, все остальное пусть муж делает. Честно, я не понимаю таких людей. Я считаю, что каждый человек должен к чему-то стремиться и нет предела вот этого вот стремления. Я никогда людям не завидую и вам не советую. Если вам нравится, как кто-то что-то делает, не надо гадости писать, не надо завидовать, просто подумайте про себя, а чем вы хуже? Ну вот, к примеру, этот человек там выучил три языка. Я знаю одного парня, он в школе особо хорошо не учился и в университете. Ну, как-то, знаете, взялся и какой он язык выучил? Не помню, то ли французский, то ли китайский, это вообще какой-то язык, который очень трудно найти, как найти? Ну, трудно найти человека, который знает этот язык. Тут сейчас не припомню, какой именно язык. И сейчас этот парниша работает в посольстве, зарабатывает такие бабки, которые мне даже вообще не снятся, да? И это круто, на самом деле, потому что он особо, знаете, быть отличником, там, не знаю, по всем предметам, у него пятерки, всегда вечные срезы какие-то, вечные, что-то не успевает, но за счет того, что он выучил язык иностранный и сейчас работает в посольстве. Как-то так. Не обязательно все зубрить, учить, не знаю, просто будьте похитрее. Вот поэтому я немножко, знаете, загоняюсь, я думаю, вот в университетские годы первый, второй курс. У меня, знаете, сколько времени свободного было? Куча просто. Интернет был правильно. Есть YouTube, а в YouTube есть все. любые видеоуроки. Смотри, не хочу. Вот. Нет, конечно, расслабиться тоже нужно. Там, какие-то видео для расслабления тоже нужно смотреть. Я не спорю. Но время можно так распределить, что успевать все. Лук обалденно. Я не любитель лука. Но если вы даже не любите лук, поверьте мне, здесь вот в сочетании вам это все очень понравится. я не люблю людей, которые вечно ноют. У нас был родственник, но не совсем родственник. Короче, очень-очень дальний родственник. А он всегда говорил в Азербайджане так плохо. Что за страна такая? Я не хочу здесь жить, здесь невозможно разбогатеть, если не имеешь связи, ничего не добьешься. Вот реально ныл и ныл. Вот реально. Хотя у человека на минуточку две квартиры в центре Баку. у него дача, у него машина, у него землю, у него чего только нету. Но человек ноет вечно. Работа. Вот работа не прям вау, ну, какую сам выбрал. И он такой говорит, я, говорит, хочу переехать в Россию жить или в Украину, вот там справедливость, там еще что-то. Взял, продал одну из своих квартир. Вопреки тому, что ему родители говорили, ты что, придурок, что ли, нафига тебе это надо? То есть, хочешь зарабатывать, иди зарабатывай. И что, поехал туда? Я не знаю, какой он там бизнес собрался строить, не знаю, что делать, собрался. Ну, в общем, приехал он. Сказал, что нет, что-то у меня там не получается. В общем, плохому танцору вечно сапоги жмут. И у этого нашего родственника, мы как-то один раз с ним едем в машине, да, и как-то припарковался один парень прям рядом с нами на ленд-круйсере, и видно, что парня, ну, где-то 18, мы такой молоденький, и у него прям такая ненависть, он говорит, вот, тетя говорит, смотри, видишь, говорит, та же, говорит, молоко не высохло на губах, а уже на какой тачке гоняет парень. Сто пудово, говорит, у него богатые родители, и вот из-за таких вот, ничего не получается у меня. Честно, я очень терпеть не могу таких людей, просто вот сплошной негатив вот от людей. Если вот так вот в общем брать, конкретно этот парень что тебе сделал? Ничего, но зависть. Я ему в тот день так и сказала, я говорю, если ты не можешь зарабатывать деньги, это не значит, что этот молодой парень в чем-то виноват. Может быть, он сам заработал, но навряд ли, конечно, сам заработал, но все же. У меня отец всегда говорит очень умную вещь, он говорит, если ты родился в бедной семье, это твоя вина, но если ты умираешь в бедной семье, то это уже твоя вина. Жизнь полна возможностей, но если ты не пользуешься ими, это уже чисто твои проблемы. Я так обширно отвечаю на вопросы, что один вопрос мне хватает прямо на целое видео, я не могу остановиться, реально, у меня столько истории в голове, у меня столько всего, мне хочется вам рассказать. Мне брат всегда говорит, ты слишком оптимистичный человек, но я не люблю слишком письменно, я люблю добрых людей. Вот у меня есть одна однокрупница, не совсем однокрупница, так это будет неправильно, мы учились в одном универе, девочку зовут Фарида, и она у меня есть в инстаграме, и вы с ней, знаете, близко никогда не дружили, да? Привет пока, вот на таком уровне. Я не знала, какой он вообще человек. Как-то один раз, я раньше тоже была подписана Ольгу Бузову, и как-то раз я увидела, что она написала огромный комментарий Ольги Бузовой. Когда комментарий написал кто-то из ваших друзей, вы же видите, там внизу высвечивается в инстаграме. И она столько всего хорошего написала Оле. Ой, не слушай никого, ты прекрасная, ты такая-сякая. И на самом деле, мне после этого эта девочка настолько нравится. Я даже хотела бы с ней подружиться, просто как-то очень тупо будет, если я ей позвоню или напишу, скажу, что, слушай, я видела комментарии, ты написала Ольге Бузовой. Мне настолько понравился твой комментарий, давай, может, начнем общаться с тобой, куда-то пойдем. Это максимально было бы тупо, поэтому я это не пишу, тем более, она сейчас живет в Европе. Просто настолько добрый человек. Я люблю, когда люди такие. Моя бы воля сделала бы так, чтобы на земле были только добрые люди. Как же вкусно, ребята. тарелки вот эти новые. И они просто огромные. На камере, конечно, обычная тарелка. Вот, посмотрите, мои пальцы и тарелка, она просто огромная. И я реально, я наелась просто. с чесночком. Чтобы не болеть. В общем, как-то так. Я надеюсь, что вы меня поняли. Я уверена, что вы меня поняли, потому что мы с вами единомышленники. Может, кто-то, да, зайдет в комнату и вы смотрите видео с СССР. И кто-то вас не поймет. Кто-то скажет, что ты дура, кто-то чавкает, а ты смотришь. А я из всех людей, которые понимают вас. Я считаю, что мукбанки это новый формат видео, который непонятен еще всем. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю удачного дня и быть вот чуточку добрее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok